ДТП с летальным исходом. Шесть человек погибли в результате аварий на дорогах Дагестана за минувшее воскресенье. Спустя 20 лет дагестанцы, давшие отпор боевикам в 99-м, могут получить статус ветеранов. Спасают лишь тень, вода и легкая надежда на дождь. Синоптики дают рекомендации о том, как вести себя в аномально жалкую погоду. В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГИЛ. Как сообщили в НАК, экстремисты готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Операция развернулась на участке автодороги между селениями Эндерей и Карлан-Юрт. Сотрудники сил правопорядка попытались остановить автомобиль, на котором передвигались двое вооруженных боевиков. На требования сложить оружие злоумышленники открыли огонь, в результате чего были нейтрализованы. Пострадавших среди местных граждан и потерь среди полицейских нет. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Шесть человек погибли на дорогах Дагестана только за минувшее воскресенье. Из них пять расстали жертвами выезда на встречную полосу. В результате ДТП неподалеку от селения Очкент погибли два человека и один пострадал. Водитель автомашины «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «КамАЗ». ДТП с летальным исходом произошло и в Хасавюртовском районе. Водитель «Мерседеса» также выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ», водитель которого скончался на месте. Ранее мы также сообщали о семье пострадавших в ДТП с микроавтобусом, который ехал из Махачкалы в Кизляр. На встречную полосу выехала «Нива». Во избежание столкновения с машиной водитель «Газели» выехал на обочину, но не справился с управлением и пассажирский транспорт опрокинулся. Пострадали семь человек. В России могут отменить штраф за тонировку стекол автомобиля. С таким предложением выступили представители фракции ЛДПР. Авторы законопроекта считают, что тонирование стекол в автомашине – это международная практика, позволяющая сэкономить на кондиционирование салона летом, защищает от отслепляющих фар встречного автомобиля и солнца. Около 20 тысяч дагестанцев могут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана. По словам первого заместителя председателя правительства Республики Анатолия Карибова, эта работа уже активно ведется на республиканском уровне. После установления правового статуса ополченцев на федеральном уровне в Дагестане будет организована работа по предоставлению им, согласно законодательству, мер социальной поддержки. Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители села Ботлях обратились к президенту с просьбой присвоить статус ветеранов-ополченцам, давшим отпор боевикам в 1999 году. Формирование комфортной городской среды, эффективность госзакупок и оценка качества муниципальных услуг – это только краткий перечень того, чем занимается ОНФ. В Доме дружбы состоялась конференция с активистами общественного движения. Участие в нем принял и руководитель администрации главы и правительства Дагестана, который высоко оценил деятельность фронта. Я хочу всем присутствовать, чем напомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда он на встрече с Центральным штабом фронта 29 ноября 2018 года сказал следующее. Это важная для государства структура именно в силу того, что она общественная, работающая прямо, напрямую от народа и с народа. Эти слова, безусловно, относятся к нашему дагестанскому отделению ОНФ, которое в глазах общественности зарекомендовало себя как сила, отстаивающая интересы граждан. Региональное отделение, по словам председателя правительства, зарекомендовало себя как сила, отстаивающая интересы граждан. Так, в рамках проекта «Генеральная уборка» им удалось ликвидировать 96 стихийных свалок. 174 убитых дорог в Дагестане отремонтированы. Только за последний год активисты проверили 15 поликлиник и около 100 ФАПов, в работе которых выявили свыше 2000 нарушений. Особое внимание на конференции было уделено программе переселения из ветхого и аварийного жилья, которое также находится под контролем активистов. Здесь особо сложная ситуация. Программа подразумевала радостное переезд наших граждан из-за аварийного и ветхого жилья благоустроенное жилье. Выяснилось, что дома актировались как аварийные, не выходя из кабинетов. Основным критерием аварийности было расположение дома в центре города. Предполагаемая программа «Свобода маневра» использовалась не для учета мнений и интересов граждан, а наоборот. Хотя действительные проблемы заключались в компенсации незаконной площади, получаемом жилье. Это пристройки, настройки, балконы и так далее. Далее наши активисты взяли под контроль качество строительства домов для переселения. Заказчики стали скрывать, что дома строятся по программе. В итоге получилось, не только не улучшились жилищным условия граждан, но и создали новое аварийное жилье, в которое отказались переселяться в несколько десятков домов в Махачкале. В дополнение к теме активисты предложили исключить практику строительства многоквартирных домов и коммерческих объектов на дворовых территориях. Всего дагестанские активисты ОНФ подготовили 22 предложения, и все они будут переданы на рассмотрение главе республики. И теперь о погоде в столице Дагестана. Столбики термометров уверенно взяли высоту. 32-градусную жару синоптики уже назвали аномальной. Июньское солнце будет палить еще сильнее, или в городе ожидается прохлада, расскажет Камиль Девятов. Синоптики предупреждают, что во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня стоит воздержаться от выходов на улицу. Начиная с вчерашнего дня становилась такая жаркая погода, в связи с тем, что мы находимся в антициклоне и дневные температуры. По крайней мере, сегодня мы ожидаем, достигнет в северных районах до 40 градусов, в предгорных районах тоже 38-40, а в горных, в приморской зоне 35-36. Если все-таки есть какие-либо дела и возникла необходимость выйти из дома, то специалисты советуют горожанам надеть головной убор и обязательно взять с собой бутылку воды. Я сам в Горске, с гор приехал. Ну да, там прохладно, здесь чуть-чуть. Там погода другая, там прохладно. Сейчас плюс 10-12 там, а здесь 30. Махачкаринцы считают, что выходя на улицу, лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения, где работают кондиционеры. Тяжело, я по утрам на море хожу, потом только у них. Ну сейчас, как его, экзамены только остались. Ну на экзаменах, когда в помещении, да, жарко, так, в основном уже привык чуть-чуть. Благо, есть море, которое спасает от июньского солнца махачкаринцев и гостей столицы. Но и здесь нужно быть внимательным, такую жару солнечного удара не избежать. В этом году еще теплового удара не было. А так, тепловый удар, конечно, будет, солнечный удар. Эпилепсики были в этом году 4 человека, спасенные были, уже тоже 6 человек спасли. С тепловым ударом еще не было. Погода такой будет только сегодня. Уже завтра ожидается спад аномальной жары. Как в городе, так и на территории всей республики. В 27-м будет уже чувствительное понижение температуры. То есть, не в ней температура, если в Приморской зоне до 32-34, она упадет до 28-30. В Северных Низмирных до 35-36. В предгорных районах до 32-36. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Анжи получил лицензию профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил гендиректор клуба Абсолютин Агарагимов. Напомним, что ранее команда не могла получить лицензию из-за больших финансовых проблем. Сейчас за счет продажи некоторых футболистов долги сократились с 360 до 90 миллионов. По словам Агарагимова, на сегодня команда полностью укомплектована. Бюджет Анжи составит 22 миллиона рублей. В новом сезоне желто-зеленые сыграют в зоне Юг ПФЛ. Это третий по силе дивизион российского футбола. Накануне в Дербенте стартовал четвертый юношеский турнир по футболу на Кубок ТЭФИ. В борьбу за почетный трофей вступают шесть команд. Помимо местных футболистов из Дербента, Махачкалы и Каспийска, награды приехали оспаривать подростки из Баку и Владикавказа. Игры в течение пяти дней будут проходить на стадионе Нарын-Кала. Спортивный праздник открывали парадом. По звуке гимна России капитана подняли государственный флаг страны. Затем со словами добрых пожеланий к юным футболистам обратились организаторы турнира, сотрудники городской администрации и ветераны дагестанского футбола. А боксер Муслим Гаджи Магомедов уверенно начал турнирный путь на Европейских играх в Минске. Накануне он в первом поединке весовой категории до 91 килограмма одолел бельгийца Виктора Шилстрате. В следующем бою уже завтра на стадии 1-4 финала Махачкалинец сойдется с представителем Италии Азизом Мухиддином. Отметим, что Гаджи Магомедов единственный боксер из Дагестана, защищающий цвета российского триколора на Евроиграх. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok